Посол Турции в Азербайджане Иркан Узурал посетил Бакинский международный морской торговый порт в посёлке Аляд. Экскурсию для дипломата провёл генеральный директор порта Талех Зиядов. Турецкому послу рассказали о графике работы морского порта, а также о создании на его территории первой зоны свободной торговли. В ходе знакомства с работой Бакинского порта Иркан Узурал также пообщался с водителями турецких большегрузных машин. Турецкие перевозчики отдают предпочтение тем путям, которые выгодны как по цене, так и по времени. Помимо удобства и выгоды, Бакинский порт имеет выгодное географическое положение. В столице Азербайджана восток пересекается с западом. Через территорию республики проходят важнейшие транспортные узлы. Поэтому показатели перевалки грузовых машин через Бакинский международный морской торговый порт неуклонно растут. В 2016 году по сравнению с 2015 годом был продемонстрирован стопроцентный рост по количеству грузовых машин. И около 23 тысяч грузовиков были отправлены из Турции в Центральную Азию и обратно. За 4 месяца этого года мы отправили уже более 10 тысяч фур в обоих направлениях. Это очень положительная тенденция и надеемся, что она будет продолжаться. Первая зона свободной торговли в Азербайджане, которая заработает в городахском районе Баку, охватит территорию нового бакинского международного морского торгового порта в поселке Аляд. Особая экономическая зона создается в стране по распоряжению президента Ильхама Алиева. Решение призвано внести вклад в развитие нефтяного сектора Азербайджана. Также зона свободной торговли предусматривает создание на своей территории небольших предприятий, в частности в сфере фармацевтики и нефтехимии. Консалтинговые услуги для нового проекта оказывает компания DP World, крупнейший портовый оператор мира. Представители арабской компании уже завершили свою работу по составлению генерального плана и технико-экономического обоснования проекта и передали правительству республики соответствующий законопроект. Наиболее важным фактором для успешного функционирования зоны свободной торговли является правовой режим. Законопроект уже подготовлен, его согласованием и проведением государственной экспертизы, согласно указу президента страны, будет заниматься специально рабочая группа, руководителем которой стал вице-спикер национального парламента. Работа будет вестись в течение трёх месяцев. Надеемся, что законопроект будет представлен в миле Мичлис до конца этого года. Параллельно со зданием в Азербайджане первой зоны свободной торговли успешно продолжаются и работы по строительству нового Бакинского морского международного порта. Первый этап завершится в этом году. В перспективе мощность порта планируется довести до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Илькин Шофеев, Владислав Ващишин, Гахрама Мамедов, CBC.